На самом деле это лучше увидеть и не один раз, и не по телевизору. Больше 80 лет охватывают эти снимки. Первый из них о тех временах, когда не то что название видный, а и самого города еще и в планах не было. Мы хотели показать не просто, как город родился, а с чего он начался. Мы хотели показать и строительство коксогазового завода, тех людей, которые приезжали, чтобы строить его, и показать сегодняшнее время, с чего мы начали и к чему мы пришли, как город жил, как город расцветал, каким он классным стал. Бараки, в которых жили строители коксогазового завода, приехавшие в Подмосковье со всей страны, быт первых поселенцев. Обо всем этом с любовью и теплом рассказывает одна из авторов выставки Ольга Понасюк, устроившая нам небольшую экскурсию. В 1937 году была выбрана площадка и выделены земли на месте совхоза Гаврилова. И там начинается строительство завода, который должен был обеспечить растущую Москву газом. Отдельное место посвящено 60-м годам. Для многих жителей Видного наверняка именно эта часть будет наиболее интересной. Здесь воочию можно увидеть, каким был город в самом начале своей истории. Это четвертая школа. А дальше видно котельнюю по строительной улице. Видно вот отсюда, четвертой школы. Вот и дома по строительной улице. Здесь было поле чистое. Вот советский проезд и советская улица. А вот Тимоховский пруд. Который сейчас, смотрите, реконструированный. Представляете, что было и что стало. Еще один стенд посвящен уже 2000-м годам. Здесь и открытие фонтана у Искры, и стройка выезда из 6-го микрорайона. Работа над выставкой длилась около месяца. Сами организаторы признаются, работать над ней было нелегко. Это все решалось в спорах, с криком, кто чего предался. Вот для этого, чтобы сделать эту фотографию, мы собрали около 350 фотографий. Ну, а здесь только 50. Вот считайте, сколько мы отобрали. И за каждую фотографию пришлось, конечно, бороться. Итоги этой борьбы и представлены на суд зрителей. Выставка будет работать до конца октября. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.